Где возникает речь за речью и движется холодная, холодные щеки, касаясь недочеловечью, переведу на что угодно. О нашей встрече угловой запечной о том, как расходились наконечны по разным языкам, по обоюдоострым, паностратическим, глубоководным монстрам или людское наречие. Говорил тебе в суе, приходи, я тебя нарисую в замкнутности георетрического не гроб, но лист или комната ближайший из утроб, чтобы не людская молвь, не конский топ, но только ты побуквенно, подробно перевести на проживельник, вереск, на лес молчащий вверх на время года, но говоришь и голос твой не человеческ, без права перевода. Симбионт, оторвавшийся от симбионта, плывет по волнам оксинского фонда, окружает его, погружая в себя чужая вода. Рыбы-женщины мечут икру, рыбы-мужчины обладотворяют икру, продолжая игру, сочетая они внутри бесконечного текста, во впадинах, ближе к древнему миру, подводному нутру великой Тетис, уплотняется темнота, тело ее зыбкое, вязкое тесто. Он вспоминает, проплывая мимо рыбьих стаи и два различивых твари без имени, то, что на человеческий язык переводится, как дыханием кожа, язык трогать, кровать, согревать, кладить по теме, комната, где лежит беспамятный, бесполы, а также то, что непереводимо, для чего не найти глагола. Мгновение ты похожа на ребенка, что тянется к игрушке, но забудь, у блюдечка блестящая коренка и милая моя конфеты ест, ах, принести бы запрещенных яст, сто раз сороченных наполнить блюд. По площадям сегодня скачет бес. Он плакал у Васильевского спуска, куда процокала моя Маруська из-за одноускользающих невест. И вот они встречаются. На площадь выводит искупаться красную лошадь. Дары и снег несут на торжество. Умерший не из твей опять живой. И хвастается новой головой. И с молодой песочкой пряжет бес. И милая моя конфеты ест. И я стою, не слышу ничего. Звук, ограждающий стеной. Самой себя оболваншей соляной. Где ходила маленькая Илья, десять кустов шиповника, потеряли ягоды. Ограда кладбища погнулась, хотя она ни к чему не прикоснулась. Через десять-двадцать, говорила Илья, на фотографиях столько-то летней давности будут мечтать чаще, чем на меня. Вот я сижу на крыльце и читаю о курочке и золотом яйце, закрывая книжкой свою любовь. Вот я зонтиком от солнца закрываю свою любовь. Вот я солнцем закрываю свою любовь. Фотография засвечена. Вот я иду, старые босоножки, цветки на пальцах. Ягоды шиповника собираются передо мной, стоит на них посмотреть. Трава расходится вправо и влево под ногой. Продолжается первая треть жизни. Двойник прячется за спиной. Вспомнить времена выдуманных существ. Мы бегали одни по туннелям, прятались в кронах деревьев. Хватит мечтать, Алена, иди обедать, не перебивая взрослых. Ешь, а то вас нет. С мальчиком сам делишным играли в города. Новгород, Непропетровск, Кеморракей. Нет такого города, Кеморракей. Как же нет, когда я каталась там на павлинах? Как же нет, когда там живет моя единственная подруга? Хватит играть, пора расходиться по домам. На расторонии «Несколько смертей от дома» я вспоминаю эту подругу. Судя по каракулям на рисунках, звали ее «как тебя», только я описал ее через «О». От месяца осталась третья треть. Вероника решает умереть. По радио пророчат черный снег. Выходишь, ночью выпала зола. Сладчайшая из анимешных снег Вероника сегодня умерла. Ты видишь двор на топтанных кругах. Бомжиха ходит противо салона. Стоит деревья ростом, черный конь на длинных тонких столбиках ногах. На перекрестке продают кобору. Вероника, Вероника, Вероника. Когда согреешь горечину трон, Плесни его немного под забор. Краснее кровяных, желучих тел Течет вино, спеши, не оплашай, Вероника. Жива и хороша, старит и ждет тебя, как ты хотел. В детском саде номер восемь раздаются голоса. Отпусти меня с Петровой погулять на полчаса. Не выщу тебя с Петровой бегать, прыгать и стрелять. Поиграй со мной песочек, пошлем со мной гулять. Мы найдем в капусте дочку, я куплю тебе сынка. Мы построим дом из кубиков и замок из песка. Поиграем до обеда, а потом уложим к нас, и воспитателька придет и поведет на тихий час. Петрова знает дыру в заборе. Петрова убегает из детского сада. Заходит в заброшенную котельную. Ее не трогает Фредди Крюгер, а дядька с мешком ее боится. Петрова лазает по деревьям. Вороны разговаривают с Петровой, дарят блестящие вещи. Оська опять дерется с Тоськой. Леська и Лешка нашли тайное место. Формочка накрывает в песочек. Петрова надевает носочек. Потом надевает другой носочек. Ну, это крайняя, наверное. Метрий язык. С Эпиговым есть речи? Бывает, безъяву. Остертый яс, где вырубленный яс, сильнее, чем я умираю. Я в нем скорее умираю, чем нахожу последний юз. Откуда отстреляюсь, какого разобьюсь. Но речи есть, в которых элемент семантики не дешифруем или семантикой, возможно, пренебречь. Так вот, она, сама такая речь. И вещество ее еще не подтвердили. Возможно, мед, возможно, мир. Не может быть, чтобы не случилось я в потеком на стекле, Чтоб чешуя не гостенела, Чтоб не канула моя речь по течению, Не заснула в глубине, Когда я говорю о ней, о, стертый яс. Когда я буду рыбий принцест, Она, возможно, перемена мест, произносящего и речи. Несказанное важно только квест. Я проволчу, пока раздвоенный строится хвост. Я слушаю ее, нечеловечий. Спасибо.